Ты что, думаешь, что ты сильней? Как бы не так. Этот кастинг не войдет в историю как самый массовый. В нем участвовали только 17 девушек, а все из-за главного требования режиссера. По задумке Павла Каштанова, прекрасная Рита обязана не просто твердо стоять на коньках, но еще и вальсировать на них же. Имя победительницы решили озвучивать в торжественной обстановке. Всю прессу собрали. Екатерина? Да? Здравствуйте, меня зовут Павел Каштанов. Я хотела вас обрадовать и объявить вам, что вы победили в кастинге, и вы утверждаетесь на роли Риты в спектакле «Покровские ворота». Ура! Спасибо! Итак, роль Риты на себя примерит Екатерины Шитикова. Вот она. Ах, если душенька ты знала! Девушке придется непросто, ведь живет и трудится она в Октябрьском районе, на местном ТВ. Оказывается, есть и такое. Но Катя признается, 160 километров в день – сущие мелочи. Вот вам еще одна тайна. На подмостке возвращается Алексей Широбоков, прежде уже замеченный в двух благотворительных постановках. На этот раз ему досталась одна из главных ролей. Я еще на спортивных кубках оверхал имена чемпиона. У нашего земляка Виктора Борцова Алексей Широбоков, конечно, позаимствует фишечки, но и авторских добавит. Практически сейчас каждый вечер или утро, когда удается время, просматриваю фильм и еще раз некоторые такие жесты, может быть, его высказывания, обороты его я буду применять. Хоботова нельзя не любить, прекрасное большое дитя. Наталья Саблина не расстается с телефоном, вживается в роль. В какую – не говорит, но тот, кто хорошо знает фильм и без подсказок смекнет. А я пока позвоню, можно? Героиня мне невероятно близка. Я считаю, что это просто на 100% попадание в мой именно типаж или наоборот я попала в ее типаж, чтобы было бы правильнее. Павел Каштанов снова предупреждает. Это будет его собственное прочтение известной пьесы. Обещает сюрпризы, неожиданности, песни, пляски, да и куда от них деться, когда столько желающих выйти на сцену. Добровольцы даже в два состава едва умещаются. Проблема в том, что очень много людей просится. В проект хотят принимать участие. На каждую роль у нас будет по два исполнителя, даже на маленькую. Люди согласны на малюсенький эпизод. Две-три реплики, но просто все-таки быть в проекте. Имена вип-персон проекта держатся в секрете. Одно говорят – на этот раз актерский состав будет крайне пестрым. У нас играют и врачи, и главные врачи, и заместители главных врачей, то есть и журналисты, и предприниматели разных сфер. Мне приятно было, что у нас играет травматолог, потому что я как раз получил травму на репетиции, и меня тут же отвезли на рентген. Репетиции еще только начались, а билеты на спектакль вот-вот поступят к продаже. Их цена неизменна четвертый год и варьируется от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. На этот раз все вырученные средства дадут шанс онкобальным детям. Сейчас как раз активно ведутся переговоры с одним из крупнейших благотворительных фондов России с безупречной репутацией. Уже думаю, вот-вот будет. Вот. Здорово. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время.